Катька у меня сегодня зефирка-пупырка Покрутись хоть Вся в розовом Чехол, носки, обувь И платье Купили на Пхукете, кстати А это наша старая сушилка для белья Которая разъебалась Но мы уже заказали новую на ВБ И мы начинаем новый влог Очень интересные кадры Как мы выбрасываем мусор Да, было бы прикольно Что еще хотел сказать Что обязательно подписывайтесь на ВК Я ссылку укажу в описании к видосу Буду и туда дублировать Ну, я уже в прошлом говорил Есть ощущение, что В сентябре, октябре, ноябре, осенью Закроют ютубчик в России Не факт Но все равно я хочу, чтобы вы Немножко перетекли в ВК Если есть возможность Если не хотите, то как бы не заставляем Ну и мы сейчас поедем кататься Отдыхать В пятницу Все, рабочий день закончен Все, я завтра спать буду Просто Ты где? Есть-то Всю неделю мне ставили утренние созвоны В 9 утра Это так тяжеловато Особенно Вы сами знаете Или кто не знает Ложимся мы очень поздно Обычно А мы где машину поставили? Здесь? Там, наверное Или нет? Ладно, сейчас разберемся Как он поставил? Нет? Да вроде Блин, мне надо что-то сделать Смотри, пушаться вообще Ну и что? После того, как я футболку надел Как будто наэлектризовались Короче, мы лошара прошли, блин Практически 200 метров А тачка-то у дома стояла Я не знаю А ее даже видно отсюда О, сейчас наведу Вот мы А вон машина Вон она Уболивая черная Мне нравится вообще Вот как ты Просто себе образ подобрала Клево Спасибо Так, комментарии к предыдущему ролику Очень много позитивных Есть и негативные Но все равно меня это не расстраивает И один из них я хочу прям рассмотреть Тут не очень понятно Мальчик или девочка писал Надеюсь, сфокусировался Так вот Что пишет человек? Кого вы хотите обмануть? Не она тебя Не ты ее Не любите И никогда не полюбите Все, что искусственно создано Рано или поздно рассыпется От вашей пары Смердит расчетом Так вот Что хочу сказать Все отношения В нашем материальном мире Они с каким-то расчетом Между матерью и ребенком Подумайте сами Почему? Между женой и мужем Между родными и близкими Между работодателем и работником Все смердит расчетом А по поводу любви Это какое-то неосязаемое чувство Мне оно нравится Она прикольная Добрая Очень ласковая Да, у нас есть недостатки Мы где-то пердим там И какой-то негатив появляется Но И Катя тоже самое чувствует По отношению ко мне Ну я это вижу Она меня Ласкает Целует У нас секс отличный Она меня Кусает Дурачится Все это очень здорово И Ну Прежде я ничего подобного не испытывал Ну а по поводу денег Я уже в принципе ответил Ничего не меняется Сейчас опять будут писать Весен снимайте свой с Санны Макдональдс Но Кофе там прикольное А вчера напиток мы неправильно заказали Это тоже что-то там слива и смородина Но Да Он газированный А в прошлый раз нам дали Не газированный Лимонад Слива с чем-то там А там называется Санрайз А при чем ты заказала правильно А дали тебе не то Перепутали Да Взять дали не то Ну что приятно Ты мне шестерочку взяла? Да взяла Очень прикольно Сейчас у Катюхи взял напиток Который она купила в Макдональдсе Попила его и начал икать И в это время зажег Ну стик себе Ну и пришлось выключить Потому что икать И курить не прикольно Только я взял водички Будто перестал икать Сейчас звук-то нормальный такой был Давай все Очень громко Икнул Икнул Но при этом пил Блин Ну вот как назло Камеру врубили Сейчас два таких громких было Ты же на меня посмотрел Такая Это что такое Это специально Говорю нет Я начал просто вот разговаривать И икнул Вроде прошло Вот как назло Хотел показать Свою Ничего я еще Позаписываю На что-то случая Да Ну было громко Я согласен Ну ничего не могу Пивнул Может мне снова пивнуть И все зарабатывает Ну что я поснимаю Минутку подожду Может ты икнешь Да не Вряд ли Все уже Да не Вряд ли Вряд ли Вот покажу Покажу сад-огород Который мама сделала Возле дома Там у нее вообще Уже такое Но Пипец Все засадила И если Илюха дуплиться Ответит Это сын маминой подруги Маленький Ему надо видеокарту Это уже мем просто Да Это уже мем Да В общем Скопил С карманных денег 20 тысяч рублей И я ему заказал 16.60 Тянька Видеокарта такая Ну вот Ребят Которые смотрят Наверняка знают Что это за аппарат А у него В основном Шутаны И учеба Ну шутаны Контерстрайк Там и т.д. и т.п. Я думаю Ему зайдет Она У тебя кстати Такая же видеокарта Ты играла И в Томбрайдер Я? Что это за играл? Симс Что такое Томбракрофт Помнишь ты там Что-то прыгала Бегала Нет Да Ну ты че Какая Ларракрофт Мать Ну не пугай меня Я не знаю В Симс играла В Симс Две минуты Мне не понравилось Я вышла Че себе две минуты Ты там Это вообще прикол Как ты играла В Симс Установил Поставил Все Она говорит Я все знаю Часа через четыре Подхожу Она все персонажи Создает Да Ну окей Я несколько часов Это вообще просто Блин Зачем И такая типа Мне вот это платье Блин Вот эти шорты Говорит Ты че Ты вообще играть-то будешь Блин Сидит создает Мне понравилось Создавать персонажей Но когда я уже все сделала Начала играть Я говорю Две минуты поиграла И мне не зашло То есть создавать персонажей Прикольно Сама игра Там еще же Я скачал со всеми дополнениями Пиратский контент Там были Маскина Да Одежда Помнишь там Еще что-то Там типа Куча Вообще всего Было Ну я думал Ты по-настоящему Играешь Но там Томбрейдер Ты играла Я еще Чит-коды Давал Что это за игра такая Ну там Бродилка Лары Крофт По каким-то гробницам Ты там прыгал По скалам Ну ты че Прикалываешься? Просто 8 бит памяти Я знаю, что я играла в этот Как называется? Хайрайзен Хайрайзен, да Но я играла с сестрой Да Ну оно у меня куплено Но тебе ее не давал Играла только Sims Лары Крофт Я не знаю, что за Лары Крофт Я не играла в это Вот что я специально устанавливал Чтоб ты ее вспомнила Хорошо Мне самой уже стало интересно Во что я играла Просто как у рыбки Губки Я знаю, что я в зомби играла Ты же мне, по-моему, устанавливала Компьютер зомби Да Я, ну, растение против зомби Блин, великая игра Да Обожаю ее Мне тоже игра Там, правда, такой графон на 4К И такой ебанский Ну, прям, сильно плохой Я тоже хотела так сказать Но я не матерюсь На камеру Но и графон реально говно Ну и все Ну все, вырубай Че? Че еще? Пробки стоят Намкать Я надеялась, что ты икнешь хоть раз Потому что это такой звук был вообще Ну, это как по закону подлости, да Надо просто сразу глупать Сейчас камеру выключу И он икнет Красоточка моя Давай покажем Че тут мамка насадила Я в цветах, сразу говорю, не разбираюсь Вот такая огромная клумба Уже, мне кажется, пару месяцев Она пойдет за дом уже высаживать Вот Такая красота Какие-то многолетники тут Ну, я не знаю Наверное, девчонки, которые разбираются Может, что-то понимают Ты видишь, и растение по канатикам будет астиньево Да Вот такая красота Ну, сюда много, конечно Земли, силы, денег В бухину Вот там еще Чуть-чуть есть Вот Наверное, скоро вырастет Я, конечно, так себе Рассказчик Я люблю глазами смотреть Я сама не знаю название ни одного цветка Дяди Федоры приехали Дяди Федоры приехали, ма И сразу снимать Но я предупреждал Что начал снимать влоги Ты не предупреждал, что сейчас войдешь и сразу начнешь снимать Это ожидаемо Раздевайтесь Да Целоваться давай Давай на камеру Давай Будем на камеру целоваться? Уже Не получается сегодня установить видеокарту Потому что никого нет дома Ну, ничего, в следующий раз Ну, давайте я вам покажу все равно Красотку Синотекс Ниндзя 1660 6 гигов Супер вариант Я считаю, для игры без лучей И давайте посмотрим, сколько она стоила Потому что у меня здесь есть чек Так Вот так на свету, я думаю, будет видно К оплате 17 тысяч 161 рубль Я тут немножко бонусов использовал Вообще, я считаю, супер цена Я помню, как в период майнинг бума Такая видеокарта стоила 55-60 тысяч рублей А моя 3080 на авито продавалась за 250-300 Ну, полная жесть, конечно А сейчас вот так вот 17 тысяч рублей И у тебя 1660 Для 2К разрешения в какую-нибудь контру погонять Вообще, более чем Дальше все понравилось Тоже нежненький По соседям бегали И стулья, и столы занимали Лавки ставили Я помню, у сестры так свадьба была дома Двоюдная сестры Я маленькая была Ну, ей, наверное, 20 с лишним было Мне, наверное, лет 11-12 было По-моему, всеми домами собирали стулья, столы Нет, ну, было попроще Что есть? Самогон поставили Что есть, да Водка Водка считалась Ну, это, ну, при моей, как бы, юности Это сколько лет прошло Не холодно тебе? Ну, так, ножками чуть-чуть Ну, нормально Сейчас зайдем в пятерку Возьмем хлебушка к пельменям Что у нас еще? Мазик Да Да Мне хлеб к пельменям не нужен Потому что там и так Мясо с тестом Пельмени Вот Мне нужен мазик Что-то еще хочешь? А, кефир Кефир, точно Вот тут дальнюю Возьми мне, пожалуйста Ну, и недорого 50 рублей всего Дальнюю воду? Нет, которая справа, да Во Огонь Мой любимый кефир Раньше я брал его в Кусвиле Но потом он испортился Катюх Ты видела там Брянский кефир Поем, покажу Пойдем Я обязательно бы Сделал себе попробовать Но два мне много Вот Молочная станция И, обрати внимание Никогда мы не брали Зерненое в сливках Может быть вкусное Слушай, что это вот это? Смотри, какое Зернышко Крупное Село зеленое Мы от этой фирмы Брали козий сыр Сто лет назад А еще попробовать сливки Когда надо будет все вечера взять Вот он же, по-моему Только в другой упаковке Кстати, не дешевый А это молочная станция Это Нет Село зеленое Да Прикольно Ну, короче Мы затарились Что нам еще нужно? Будто бы ничего Что-нибудь сладенькое хочешь? Я обожаю детские печеньки Вот он Овсяная есть Пруто-няня Взяли вот такое печенье Это тоже твоя находка Это моя любимая Я его ни разу не ел Пока с тобой не встретился И еще там детское печенье Ну, блин, его не видно А теперь видно Пруто-няня детская Нет, с тобой Рулет А, точно Рулет Ничего Майонез Все нормально Давай-давай Пробивай Уходит меня Заблуждение Катя приготовила великую вещь Пельмени Их придумали боги Ну, естественно С мазиком Я сегодня со сметаной Что-то захотел Ну, попьем немножечко Напиток удничный И вот разогрела Чаобату А ты себе тоже? Да Или от чем мне? На двоих А, угорал он надо мной Типа, что, с хлебом будешь жрать? Прикольно Чаобату я очень сильно захотела Извините Извините Ну, что смотреть-то будем? Скажи У нас столько тут Пиратского контента На кинопапе Так Чтобы посмотреть Да хер его знает Ну, ладно Я его уж не буду, наверное, снимать Пока выберем, блин Вот этот, кстати, прикольный сериал Чуваки, посмотрите Проснулся Так проснулся, что называется Я записываю этот видос Сегодняшним днем Сегодняшним буду же его и выкладывать И сами видите, что происходит В Российской Федерации Пока я вообще не знаю Как на это все реагировать Но со стороны Выглядит все достаточно печальненько Вы сами все видите Сегодня у нас по плану Было сгонять в ресторан Где у нас будет регистрация Мы хотели посмотреть меню Заказать алкоголь Ну, в общем, забронировать столик И маме сгонять Купить либо платье, блузки Еще что-то на свадьбу Но в итоге Это все дело Естественно, отложим До лучших времен Потому что у нас тут ввели Режим контртеррористической операции Я это видел лишь в Чечне Когда я первый раз туда ездил В 2017 году, по-моему И записывал видос Но кто давно меня смотрит, видел Не стоит сейчас Какие-то массовые места гонять И отсидимся дома Единственное Сейчас немножечко сгоняем Все-таки за кофейком Посмотрели по дорогам Ну, у нас тут нормально Нет никаких блокпостов Не знаю пока, честно говоря Как реагировать Но жизнь продолжается Так, надо открыть окошко Что-то у меня тут душновато Давайте я просто буду записывать режим блога Все-таки я понимаю У меня не политический контент Но немножко я высказался Ты же пела Пофигу, что музыка популярна И с романтизации нет Но я все равно закрою А то, блин, так громко Давайте я вам начну рассказывать Какие-то бытовые вопросы Помните стул мой разодранный? В итоге получилось решить проблему Написали на производство И нам изготовили Почему нам, говорю? Потому что мой коллега Тоже заказывал запчасти Для такой же модельки Только другого цвета Короче, отдельно подушку-пердушку взяли За 6 тысяч рублей И у меня по факту новый стул Это офигенно Потому что я уже думал его менять И стоят они достаточно дорого А он очень удобный И второй момент Думаю пройти верификацию ВК В сообщество уже вступило больше 100 человек И можно подать заявку Я не знаю, зачем она мне нужна Но почему бы и нет Какие мысли? Посмотрела видосики Вот это все То, что происходит Да Никаких мыслей Скорее бы закончилось все Да Ну у нас идет своя жизнь Своим чередом Но мы, допустим, свадьбу хотим сыграть Это все может повлиять На наши планы От этого становится страшно И обидно Ну да Типа твоя жизнь Она не подконтрольна Да И череда внешних событий Сильнее влияет Чем ты сам можешь повлиять Мы сейчас готовимся с вами Я достаточно много денег Перевожу задаток За все вообще мероприятия Которые готовятся К этому дню Перевожу задатки И любой момент Все это может оборваться Скажут все Сидят дома Никуда не выходит Масса Везде посты, да? Прикинь, сделают И мы с тобой даже доехать До Брянска не сможем А задаток мне никто не вернет Угу Вот Ну это, наверное, самое маленькое Что может случиться Больше всего я, конечно, боюсь За нашу безопасность Да, лучше пусть в стране будет лучше Да Деньги-то заработать можно А свою жизнь уже не заработаешь Да Это, конечно, печально наблюдать Такие с тобой поспали, блин, проснулись А там жопа полная Катюха забрала новую сушилку Тебе помочь? Да, уже-то не надо Ребят, я вижу, что вы пишите в комментариях Чтобы я не останавливался И продолжал снимать Потому что новости действительно ужасные Но при этом Якобы мои видео немного расслабляют нервы Вот Понятно, что творится какая-то жесть Вот Я все равно хочу, чтобы вы правильно меня понимали Я буду в меньшей степени Обращать внимание на вот этот политический контент Да И буду просто снимать Ну все, что у нас происходит Потому что это влог Кто-то начнет писать Вот, ты типа, блин, как маленький ребенок Не обращаешь внимания Там в мире творится такая жесть А ты там продолжаешь ездить в Макдональдс Покупать что-нибудь Показывать какие-то смехуечки Ну, жизнь не останавливается Вот И я просто прошу Ну, не... Даже если где-то бомбит Ну, промолчите Ситуация пройдет Я надеюсь, все будет хорошо А вы будете просто наслаждаться моими влогами Потому что я обычный человек Я не политик Разбираться, нагнетать Я это все делать не хочу Поэтому правильно поймите меня Что опять раздались выстрелы Около штаба Южного военного округа Здесь, в Ростове А сейчас наблюдают за мной Перевешиво перемещаются Люди в военной форме ЧВК Вагнер Очень много народа уже Покинуло Это место Тем не менее Люди остаются Сейчас вот едем в сторону Зеленограда И видели Уже стоят блокпосты Выглядит так себе На самом деле Немного угнетает Я бы даже сказал То, что я вижу Главное, чтобы Мы потом нормально домой Поехали Без проблем И приключений Потому что В режиме КТО К тебе может подойти Любой полицейский Сказать Классная тачка Забирает И все законно Но они и так Это могут делать Но сейчас это Вот Поэтому чуть-чуть Сейчас прокатимся И домой сидеть будем В Мите на блокпост Вот мамка Как раз в чате Нашем сейчас прочитала Уже тоже там Какой-то замес Ну я К тому, что тоже Перекрывают И Много полиции Военных Да Поспали, блин, да? Угу Охренеть Просто Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры